Трудолюбивый, целеустремленный и быстрый. За ним будущее курской атлетики. Так об Арсении Феофилове отзываются тренеры. Сам спортсмен с улыбкой вспоминает. В детстве за ним не могли угнаться сверстники. Но мест для профессиональных тренировок раньше в городе практически не было. Бегали на Соловьиной рощи. А там дорога, ну, корни, да, палки. И неудобно бежать, ноги подкашивались. А тут вообще идеально бежать. Но тут есть барьеры разные. Есть качалка очень хорошая. Также дорожки замечательные. Особенно иражи. Вот с таким наклоном. Это супер. Возможности тренироваться в новом легкоатлетическом манеже рады и сестры Гладковы. Анастасия и Дарья делятся. Раньше, чтобы серьезно готовиться к соревнованиям, искали крытые манежи за пределами Курска. Теперь такая необходимость отпала. Это, конечно, непривычно с первого раза. Потому что раньше мы тренировались в другом месте. Был совершенно другой манеж. Дорожки были сделаны по-другому. Но открытие нового манежа дает возможность нам не ездить в другие города, чтобы готовиться к зимнему соревновательному сезону. И это, конечно, большой плюс. Теперь ездить будут уже к нам. Ведь на манеже можно проводить соревнования не только областного, но и всероссийского масштаба. Возможностей стало больше. Это 100%. Манеж появился. Плюс в этом году было очень много всяких забегов, посвященных пробегу Клыкова. Раньше такого не было. Но приобщают общество нашего города к спортивным мероприятиям. Конечно, это очень радует. Все, что у нас запланировано на данный момент, полностью воплощаем в жизнь. Легкоатлетический манеж построили в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Легкоатлетический манеж стал главной площадкой, где можно потренироваться. Он имеет комфортабельные условия, уютный для тренировочного процесса. И также наша основная задача была – это внести этот объект в реестр объектов спорта Российской Федерации, чтобы как раз-таки наши спортсмены смогли участвовать в соревнованиях. И первые масштабные старты, всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы губернатора Курской области здесь пройдут уже в декабре. Надежда Польшкова, Анастасия Черкова, Антон Латышев. События дня.